Более 7 тысяч помещений региона попали в новую программу по переселению людей из аварийного жилья. Объем работ впечатляет. Это почти в два раза больше, чем на предыдущем этапе. Однако не все районы области попали в список. Армизонский, Сорокинский, Юргинский и Казанский остались в стороне. Там просто нет аварийных домов. Тем временем в центре работу уже начинают Евгения Зубцова от тех, кому повезет обрести новое жилье. Он застал последнего русского царя, революцию, войну, оттепель, застой, перестройку. В общем, свидетель всей истории России в 20 веке. Дому на Береговой исполнилось 118 лет. В нем, несмотря на неудобства, до сих пор живут люди. Скоро их ждет переезд. Здание признали аварийным. Мы уже привыкли, видимо, или как нам нравится. Естественно, будем рады, если нас переселят поскорее. Этот дом вошел в новую программу по переселению граждан из аварийного жилья. Она рассчитана на 6 лет и начнет действовать в 2019. В список попали 947 многоквартирников региона. Освободить нужно более 7 тысяч помещений. Объем работ почти в два раза больше, чем на предыдущем этапе. Наша программа с вами предварительно оценивается в 10, почти с половиной миллиардов рублей. Предполагается, что 2,7 миллиарда рублей это будет федеральное софинансирование. И порядка 7,5 миллиардов рублей это будет софинансирование субъекта и муниципалитетов. Чтобы дом попал под расселение, данные о нем тщательно собирают на местах. В районах проводят встречи с жителями, где решают сносить или капитально ремонтировать. Например, в Боровском внесли в список пять многоквартирников. Их утвердили на всех этапах формирования программы. Дома, которые попадают вот в эту программу, у них износ должен быть не менее 70%. Если меньше 70%, ну надо еще подождать. План готов, а вот федеральное законодательство не до конца. В регионах ждут, когда в центре завершат работу над документами. Но расселять все равно будут. В 2019-м в регионе освободят 15 квартир. Уйдут под снос 18 тысяч квадратных метров жилья. Предыдущая программа по переселению людей из аварийного жилья показала, на что способен наш регион. Пятилетний план работ выполнили менее, чем за 4 года. За это время расселили 615 домов, а новые квартиры получили 10 тысяч человек. Активно переселять людей из старых домов в Тюменской области начали в 2011-м. Опыт работы накоплен. Жителям пока остается набраться терпения, ведь предоставить им новую квартиру, пусть и на законных правах, не так уж и просто. Евгения Зубцова, Алексей Красных, Тюменское время.